В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипенко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Пора готовить документы. В российских вузах стартовала приемная кампания. Дом, в котором мы живем, проект приюта Мурдом выиграл грант на ремонт карантинного помещения. Разгромная победа. ИКАР-2004-2006 принял на своем поле команду «Вымпел» Семеновской спортивной школы «Олимп». Далее расскажем обо всем подробно. В российских вузах стартовала приемная кампания. Абитуриенты смогут подать документы в вузы через госуслуги с помощью сервиса поступления в вуз онлайн. Очно и по почте. В этом году выпускники школ будут претендовать на 626 278 бюджетных мест. Из них почти 6% – это 36 194 места – приходятся на новые регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фольков. Без их учета остается 590 084 бюджетных места. Не менее 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки в российских вузах, по данным Миноборнауки, будут отведены под квоты для участников спецоперации и членов их семей. Традиционно наибольшее число мест, оплачиваемых за счет бюджетных средств, будет в Москве и Подмосковье – 106 324, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 65 500 бюджетных мест. Остальные 418 260 мест распределены между регионами. В этом году возможность приобрести первый трудовой опыт в муниципальных предприятиях получат более 300 саровских подростков от 14 до 17 лет. В бригаде Вячеслава Лапашова трудятся 10 подростков. Ежедневно юные работники встречаются в 8 утра у Центра ЖКХ. В бригаде Вячеслава Лапашова трудятся 10 подростков, всем им от 14 до 15 лет. Каждый день ребята встречаются в 8 утра у Центра ЖКХ, получают задания от куратора и отправляются их выполнять. Работа заключается в уборке территории. Такая трудовая терапия, она очень полезна не только для здоровья, но и потому, что они хотя бы вот гребя вот даже немножечко вот этот мусор, не мусор, а сено, да, в данный момент времени, они все-таки понимают, что копеечка-то трудовая, она достается немножечко трудом. И они начинают понимать, что труд надо ценить. Все дети, которые вот здесь вот трудятся, они уже лишний раз окурки-то уже никогда на землю не бросатся во всяком случае, потому что самим же их убирать. Многие из ребят устраиваются на работу, чтобы провести время с пользой для города, а также подзаработать себе на новую одежду или телефон. В основном помощь природе также, но и финансовая. Деньги тоже нужны, чтобы подрабатывать летом, чтобы не просить у родителей там. Я хочу купить себе компьютер как бы новый, вот и все, и либо одежду там. Все ребята работают по 4 часа с 8 утра до полудня с официальным трудоустройством. В конце каждого часа работникам предоставляют небольшой перерыв. По вопросам трудоустройства подростков можно обратиться на биржу труда в молодежный центр по телефону 99-313 с 10 до 18 часов по будням. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. С 23 июня билеты на поезда, которые ранее начинали продаваться за 45 дней до отправления, теперь можно купить за 90 дней до поездки. С Киевского вокзала так можно оформить проезд по направлениям Москва-Адлер, Москва-Анапа, Москва-Ейск. С Восточного вокзала Москвы нас Красные ласточки с сообщением Москва-Нижний Новгород. Другая Ваша информация в подборке коротких новостей. Трудовое воспитание планируют ввести в школах Нижегородской области. Соответствующую инициативу рассмотрели члены комитета по соцвопросам ЗАГС Собрания Ревиона. Федеральный закон должен усилить роль труда в воспитательном процессе. Подобную работу с детьми нужно проводить с малых лет, не только дома, но и в других общественных местах. Это научит детей бережно относиться к своему и чужому имуществу, а также ценить чужой труд, считают депутаты. Кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» пройдет в городской художественной галереи 8 и 9 июля. В эти дни вниманию гостей будут представлены художественные и документальные анимационные фильмы. Кроме того, запланирована обширная развлекательная программа, творческие мастер-классы, встречи с артистами и многое другое. Елизавета Ляпина и Алла Родимова заняли призовые места на традиционном открытом легкоатлетическом пробеге «Мемориал Юлия Евгеньевича Седокова» – основатели НИИС. Елизавета одержала победу среди женщин на дистанции 10 километров, преодолев ее за 41 минуту 23 секунды. Алла заняла третье место среди женщин возрастной группы 50-59 лет на дистанции 5 километров 25 минут и 5 секунд. Дом, в котором мы живем. Проект приюта «Мордом» выиграл конкурс на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям. На средства от гранта планируют отремонтировать помещение для карантина, в котором спасенных животных проверяют на наличие заболеваний и инфекций. Фильтр – специальное помещение карантина приюта «Мордом». Сюда поступают кошки, которых находят или приносят в приют. Здесь у них берут все необходимые анализы, по результатам которых принимают решение отправить животные в чистый карантин или на лечение. Фильтр теперь отремонтируют на средства гранта администрации города. Это помещение без ремонта, поэтому там покрасят стены, поменяют пол, покрасить потолок. И там уже будет чисто хорошее помещение, в котором будут содержаться животные. Также там будут стоять боксы, в которых они будут находиться. Сейчас в приюте около ста животных. У каждого пушистика своя, порой трагичная история. Буни – одна из немногих породистых животных Мордома. Ее хозяйки не стало. Теперь девочка породы Скоттиш Фолд ищет семью. Буни – пять лет. Она очень добрая, ласковая, подойдет почти в любую семью. Но из-за того, что у нее ВИК – это болезнь иммунодефицита, ей нельзя находиться с другими кошками. То есть в нем может соседствовать с собакой, попугаем, рыбкой, кем угодно, но не кошкой. Харизматичный пушистый кот с немного грустными глазами только на первый взгляд кажется грозным. Пушистик с озвученной кличкой Бегемот очень любит внимание и ласку. Анна заметила его на улице Селкина и долго не могла поймать уличного жителя. Но однажды ей это все-таки удалось. И теперь у Бегемота есть крыша над головой, удобная лежанка, но не хватает любящих хозяев, которые заберут его домой. Он очень ласковый, он спокойный. Он будет сидеть на коленках, мурчать. То есть это вот кот, который, мне кажется, идеально подойдет в семью, где нет уже маленьких детей, например, там людям постарше. Он станет отличным компаньоном. Он очень классный, он очень красивый, он такой статный, котяра, крупный. Он у нас уже после груминга, поэтому он похорошел еще больше. Узнать подробнее о питомцах приюта можно по номерам 8 908 762 0951 и 37951. Саров примет финальное участие российских соревнований имени Кишкурнов по пожарно-спасательному спорту. Медали разыграют с 17 по 22 июля. В июне спортсмены из специальных управлений Федеральной пожарной службы со всей России примут участие в отборочных этапах, которые пройдут в Озерске, Железногорске и Экология. В Саров приедут 15 лучших команд. Подъем по штурмовой и выдвижной трехколенным лестницам в учебную башню, боевое развертывание и пожарную эстафету. Можно будет увидеть на стадионе ИКАР с 17 по 22 июля. Там пройдет финальная часть российских соревнований имени Валерия Кишкурно по пожарно-спасательному спорту. Планируется около 15 команд. Сейчас как раз проходит у нас еще последнее зональное соревнование на территории Российской Федерации, когда уже определится конкретный перечень участников. Приедут со всех уголков Российской Федерации, со всех, ну и со всех, со спецуправлением, которые выйдут в финал. В команде будет от 8 до 10 человек. Чтобы попасть в финал соревнований, спортсменам из специальных управлений Федеральной пожарной службы предстояло пройти отборочные этапы в Озерске, Железногорске и Калуге. В этом году наши спортсмены бороться за медали не будут. По словам Виктора Лисенкова, в Саровской копилке уже достаточно наград. Так как мы проводим финал всероссийских соревнований, это большая нагрузка на наши плечи. Соответственно, вся наша большая дружная команда будет принимать участие в организационных моментах. Команда наша в этом году выступать не будет, потому что они уже отдали свои все заслуги Российской Федерации и неоднократно становились чемпионами и призерами среди специальных управлений. Для финала соревнований Саров был выбран не случайно. В нашем городе отлично развита спортивная инфраструктура. А в 2015 году уже проводились подобные соревнования. Каждый год детская библиотека имени Пушкина готовит для юных читателей летнюю развлекательно-познавательную программу на период летних каникул. Ребята могут посетить различные площадки и смастерить что-то своими руками. Встретиться с интересными гостями, узнать что-то новое. Подробности далее. Для детской библиотеки имени Пушкина лето – особенный период. По традиции сотрудники готовят для школьников обширную каникулярную программу, чтобы каждый ребенок мог найти здесь досуг по душе. Многие проекты библиотека реализуют не первый год, потому что они пользуются большой популярностью как у юных читателей, так и у родителей и педагогов. Например, таким мероприятием стали часы чтения вслух, на котором библиотекари читают произведения, а потом обсуждают его вместе с гостями, рассуждают на различные темы, проясняют непонятные места. Мы имеем возможность ребят, во-первых, познакомить с какими-то неизвестными им книгами, потому что для выбора, для чтения мы выбираем книги самые разные. То есть это может быть и детская классика, это могут быть книги современных авторов, но, естественно, мы стараемся выбрать какое-то небольшое произведение. Чтение вслух проходит в библиотеке каждый вторник в 14 часов. На мероприятиях проекта «Библионии» ребята могут окунуться в различные книжные или киноистории, узнать историю своей страны или перенестись в другую эпоху, узнать что-то новое. И все это будет проходить в увлекательных форматах исследовательской работы, игровых интерактивных площадок. В этом году, составляя программу «Библионии», мы постарались включить туда самые разные истории. Это будут и мультистории, это будут и финансовые истории, обязательно будут семейные истории, потому что впереди очень важный для нас праздник – это День семьи, любви и верности. Мы стараемся всегда его отмечать в библиотеке. Это будут занимательные истории, зоологические истории, в общем, еще очень много самых разных историй. «Библионии» проходит по средам в 14 часов. В прошлом году летний проект «Ремесленное подворье» набирал большое количество желающих творить что-то своими руками. В этом году Пушкинка приглашает создавать творческие работы в разных техниках, на мероприятиях, творчество с книгой. Каждый четверг в 14.00 библиотекари ждут гостей на тематические мастерские. Все лето, каждый день во всех отделах библиотеки работают творческие и познавательные площадки, книжные выставки. С программой летних мероприятий Пушкинки можно ознакомиться на сайте библиотеки или в группе ВКонтакте. Для детей старше 6 лет. Продолжаются игры первенства Нижегородской области по футболу «Молодежная лига» среди игроков 2004-2006 года рождения. На своем поле команда «Икара» приняла соперника из Семенова. На матчи побывала и наша съемочная группа. Напряженная игра «Первый тайм» знатно пощекотал нервы борщикам. На поле команды «Икар» 2004-2006 принимает гостей команду «Вымпел» Семеновской спортивной школы «Олимп». Отдавать друг другу преимущество футболисты не спешили. Открыл счет «Икар». Но «Вымпел» тут же забил ответный гол в ворота противника. До конца тайма нашим ребятам удалось отыграться и уйти на перерыв с лидирующим счетом 2-1. Возможно, сказалась поддержка трибун, кричалки, звонкие аплодисменты и даже советы. Болельщики всеми силами старались подбодрить футболистов. Болеют все активно, все поддерживают, все переживают, особенно когда мяч находится в вороте. И что пожелаете нашим футболистам? Как всегда, спортсменам победы. Хорошо, лучше всех, самое лучшее. Все наши 200 корсеров и болельщики молодцы. Победы им желаем. Как тут поддерживать и как на трибунах вообще настроение? Устроение хорошее, все поддерживают, молодцы. Кричат там, мальчишки вообще супер. Чего пожелать? Силы, выносливости, мужества, не сдаваться, идти до конца. Вон мы пока берем. Сдаваться наши футболисты были не намерены. На протяжении всего второго тайма к своим воротам соперника они не подпускали. А вот голы в ворота вымпела летали периодически. К концу основного времени счет на табло был 6-1. Игра прошла в рамках первенства Нижегородской области по футболу «Молодежная лига». За победу борются 12 команд. «Молодежная лига» проходит впервые. Очень нужное и полезное нововведение. Своеобразный мост из юношеского футбола во взрослый, считает тренер Алексей Серебров. Переход от детско-юношеского футбола во взрослый спорт должен быть плавным и иметь через игровую практику, через соревновательную. Поэтому это дебютная лига Нижегородской области. Все команды интересны, потому что в каждой команде в своей остались люди, действительно фанаты и уровни, мастерства проходных команд. Точно здесь нету, каждая игра на зубах. Причем уже достаточно, все команды показывают такой интересный, насыщенный взрослый футбол. В завершении игры обязательный ритуал – поддержка тех ребят, которые из-за травмы не могут играть. Эту победу команда «Икара» посвятила Льву Шибалину и Егору Кудашову. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей!